В каждом из нас заложена вот эта вот возможность стать, перестать быть дворишкой, дворишкой, а стать дворцом. То есть вот это желание человека подняться к Богу, к своему кому? Отцу, говорят, да? Прийти к отцу, потому что мы как бы дети всей этой вселенной, это наше желание. Но опять я начинаю спрашивать себя, как, почему я хочу туда, для чего вообще мне нужно это познать? И зачем вообще в этом, во всем искусство? И зачем художник что-то рисует? Я пришел, что-то рисую, а вы смотрите. Смотрите, мы все это уже ответили, информацию нет, не передаем. Самовыражение сомнительно. Слава – это все немножко не оттуда. Зачем я конкретно беру карандаш и начинаю что-то рисовать, даже ваш портрет, например. Или начинка, у каждого рисования есть своя цель. Когда меня спрашивают, научите меня рисовать, я начинаю спрашивать, а что ты хочешь вообще научиться? Потому что по словам рисовать есть очень много. Опять, ты хочешь славу получить, ты хочешь срисовывать, вот как один в один. Ты хочешь деньги получать, ты хочешь самовыражаться. Вообще, что ты хочешь, когда ты просишь меня, чтобы я научил тебя рисовать? А человек говорит, а я не знаю, вот тебе раз. И вот так вдруг оказывается, я с чего и начал, что мы особенно-то и не знаем, для чего мы это делаем. Потому что если мы начинаем это раскладывать, то я должен буду научить. Если человек говорит, я хочу получать деньги, тогда я буду его учить рисовать так, конкретно, чтобы получать деньги. Если человек говорит, я хочу славу, значит, я его буду рисовать, учить так, как больше всего слава учить. Если ты хочешь передать информацию, я его буду учить чертить, делать чертеж, например, да? Чтобы передать информацию. Разные умения рисовать. Но есть два, две крайности. Вообще, весь мир так, он дуалистичен, он черное-белое, да и нет, хорошо-плохо. В этих крайностях есть два основных понятия. Вот кто-то сказал душа, да? Душа и есть тело. Так вот человек и поделен. Это духовная ему часть, интересная, материальная и идеальная. Так вот рисование, оно может быть либо духовным, то есть чувство, либо логичным, то есть чертеж. Поэтому любое рисование мы должны разделить с вами на две части и учиться должны. Либо чертить, и чертить, вернее, и рисовать. Смотрите, ведь для того, чтобы нарисовать, ну, что там, какого-нибудь кота, да? Я могу его начертить. Вот чертеж. Какой ты? Например. Вот. А могу я его рисовать вот так вот, например. И вообще даже с закрытыми глазами, в принципе, да? Глаза закрытыми. И еще неизвестно, какой будет котик интереснее. Ведь два совершенно разных рисунка. Вот это чертежик, а вот это вот тоже какой-то котик. Так кто умеет из них рисовать? Этот или этот? Нет. Вот эти два умения, это очень интересное дело. Вы, наверное, слышали, что у человека есть два полушария. Кстати говоря, да, один рот, один нос, два уха. О, кстати, две руки. Одна голова. А вот интересно, право-лево, к зеркалу подходим, говорят, художник должен нарисовать, как в зеркале. Я говорю, елки-палки, если как в зеркале, так это же все наоборот. Зеркало же все оборачивается, а на право. Получается-то все абсолютно неправда. Почему вопрос интересный? Человек к зеркалу подходит, у него левая и правая часть меняются, а вверх и низ не меняются. Казалось бы, зеркало же зеркально должно отражаться? Вопрос интересный. Таких вопросов так много, я-то все художник должен ответить на эти вопросы. Ну и потом мне ответите. Вот, давайте сейчас немножечко перейдем к делу, хватит, я заболтался. Попробуем рисовать так и так научиться. Вот для того, чтобы научиться рисовать вообще, нужно совместить в себе голову и душу, и чувство, то есть то, что искусство. Нужно быть и художником, и мыслящим человеком. Нельзя отнимать голову, нельзя отнимать это. Вот когда человек рисует так, он рисует с помощью эмоций. Это абсолютно наши эмоциональные выписки. Когда человек так рисует, он рисует исключительно с помощью головы. Вот уметь чертить четко и правильно, это одно рисование. Уметь рисовать то, что в тебе есть настроение, это другое рисование. Давайте сейчас сделаем такой маленький опыт. Возьмите листочки, вы всякие, да? И попробуем сейчас провести такую... Вообще это медитация. Знаете, у ливьезных людей есть молитва. У буддистов есть медитация. Это проникновение, это разговор с Богом. Сейчас мы будем с вами разговаривать с Богом, пытаться. Я вернусь к этому. Вообще, собственно, искусство – это язык разговора с Богом. Попытка... Ну, Бог, я уже сразу сказал, это нечто нами непознанное, то, куда мы стремимся. Поэтому перейти в другое измерение, в другое пространство... Ну, понятно, что Бог живет в каком-то другом пространстве. Он где-то там находится. Не в нашем, не среди нас. Мы сейчас к этому еще вернемся. Обратите внимание, я сейчас немножко отвлекусь еще, потому что мне так сразу трудно переходить. Мы же берем листочек, вот, берем листочек, он плоский. И мы на нем начинаем что-то рисовать. Все, что мы делаем в изобразительном искусстве, в данном случае не танец, я говорю, я говорю про изобразительное искусство, про черчение, про дизайн. Мы все рисуем на плоскости. Кстати говоря, я говорил, почему люди приходят в музей и начинают смотреть на картинку, неважно, что там нарисовано, даже если там абстрактная живность, например, или любая другая закорючка. Он приходит, все равно на нее почему-то смотрит, он получает там знак, да? Посмотрите, как произошло. Мы живем в трехмерном пространстве. Три слова. Для нас священное слово совершенно. Давайте вернемся туда, к Творцу, к Богу. Вот он посмотрел, куда-то там, ничего нету, и он решил что-то создать, сотворить. Это же наша задача, тоже мы же маленькие творишки должны сотворить. Пусто, пусто. И вот он взял и, условно говоря, создал точку. У точки нет ни высоты, ни ширины, ни длины. Линия – это ничто, это ноль. Ноль измерений. Это вообще еще пока ничто, или скажем так, вот. И он заставил ее, эту точку, куда-то двигаться. Ну, просто раз, и она поехала у него. В одном направлении. И получилась линия. У линии есть длина. Одно единственное измерение. У нее есть ни толщины нету, ни ширины нету. У нее есть только длина. Это одно измерение. Это одномерное, назовем пространство, или даже не пространство, я не знаю, что сказать. Потом он так посмотрел и сказал, как там в Библии написано, и сказал, это хорошо. Решил, значит, заставить двигаться эту линию. И, кстати, эта точка, она может двигаться-то в разном направлении. Так, 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 так. Но мы только зафиксировали, чтобы понять. Только одно направление. Мы сдвинем ее вот сюда, вот. Вот так вот, раз, и опустил. Вот эту линию все сюда пошел. Каждая точечка, каждая точечка превратилась тоже в линию, да? И все вместе это получилась плоскость. Вот он, наш листочек. Это получилось двухмерное, условно говоря, пространство. Вот один, да? А вот это два. Вот он, и вот листочек. Но это же не наш миг. Это еще только какой-то ниже. Когда он заставил двигаться это еще куда-то, туда, например. Вот эту плоскость-то. Начал двигать. Туда, туда, туда. Хотя эта плоскость могла туда сдвинуться, туда сдвинуться. Но мы так зафиксировали, да? Получился куб. Всем его нам известный. Трехмерное пространство. Теперь есть высота, есть ширина, есть глубина или длина. Кстати говоря, и в этом кубе, в этом трехмерном пространстве живем мы, люди. Мы здесь живем, потому что, когда здесь человечек находится, у него есть, можно вид сверху нарисовать, можно сюда вид спереди нарисовать, вид спереди нарисовать, вид сбок черчения. Но что интересно, это здесь живет человек, в этом кубике. Отсюда произошло название кубизм в направлении искусстве. Потом мы, может быть, вернемся к этому. Но ведь это не конец. Бог-то живет не в трехмерном пространстве, он-то живет вообще где-то там, вообще там, в Италии. Давайте двигать дальше. Вопрос, можно нарисовать четвертое измерение, можно или нельзя? А я говорю, можно. Для этого достаточно вот этот теперь весь куб. И тоже попробую сдвинуть куда-нибудь, в любую сторону, в какую-то хочу, в какую-то начну двигать. Например, сюда. Сюда, сюда сдвинуться, сюда. Смотрите, каждая точка двигается, каждая линия превращается в свою, каждая линия превращается в плоскость. Каждая плоскость превращается, эта сдвинулась сюда, получилась плоскость, эта сдвинулась сюда, получилась плоскость, эта сдвинулась сюда, получилась плоскость, эта сдвинулась сюда, это сдвинулась сюда. Посмотрите, я вам нарисовал уникальную фантастическую вещь, которую вы никогда в жизни не увидите наяву. Я вам нарисовал схему четвертого измерения, то есть сдвинуть еще куб и его зафиксировать. Это четвертое измерение. Там, видимо, где-то живет Бог, а может быть в пятом, а может быть в шестом. Ну, то есть, смотрите, это какие надо мозги иметь, чтобы сейчас вот это мысленно сдвинуть еще раз, да? Вот мы, наших мозгов еще как-то хватает четвертое измерение так схематически нарисовать. Так вот Бог живет где-то там, поэтому, когда я пытаюсь рисовать, я что делаю, я пытаюсь перейти из трехмерного пространства в двухмерное, на листочек, наоборот. То есть, вот по отношению к плоскости, я трехмерный, живущий в третьем измерении, я Бог. И если вот здесь живет человечек какой-нибудь, вот такой вот, другой, то есть живет его Кейн. Вот лучки, ложки, злочки. Он же плоский, у него нет толщины, вот он вот такой вот такой, да? А я по отношению к нему Бог. Вот я трехмерный, Бог по отношению к этому человечку. Что происходит с нами? Мы все хотим туда стать творцом, стать творческим человеком. Да не творить мы хотим. Мы хотим стать богами. И с помощью этого рисования мы тренируемся. То есть, я говорю, мы занимаемся медитацией. Мы переходим из одного пространства в другое. Мы живем в трехмерном пространстве, но экспериментируем в двухмерном. Мы берем все, что существует в этом мире, дома, информация, это, и переносим на плоскость. Вот где-то здесь находится ответ, зачем человек занимается изобразительным искусством. Не для денег, иди водкой торгуй, да? Не для славы, иди там, пол и задницы на эстраде души, там славу больше получишь, да? Не для удовольствия даже, а для того, чтобы приблизиться к своему призванию. Говорят, человек призван, Бог призвал человека. Он куда его призвал-то? Он призвал его быть творцом, богоподобным. Поэтому попытка заниматься творчеством, попытка рисовать, попытка заниматься искусством любым, будь то танец, будь то еще что-то, будь то музыка, это все, это форма разговора, звук. Язык разговора с вот этим неведомым началом. Гармония. Вот эта форма, к гармонии мы отдельно придем. А сейчас я вам примерно еще расскажу историю, потом все-таки буду рисовать, потому что еще будет. Вы до вечера у нас утром. Можно выйти, пожалуйста? А? Потом выйти, пожалуйста. Выйдите. Все, хорошо. Я могу сделать перерыв, но не знаю. Что-то так сильно работает. Садим можно. Нормально. Вот. Теперь смотрите, что получается. Тоже выйти. Давай, посмотри. Самое интересное сейчас проходит. Теперь смотрите, что интересно получается. И вот эти человечки, над которыми я бог, я художник, понимаете, я творец. А они кто? Они твари. То есть мной созданные, да, маленькие такие. Вот. Я большой такой бог по отношению к ним. И я вот нарисовал тут мальчика и девочку. Вот. Я тут кривенько их нарисую. И они живут. А это их мир. У них же нет другого. Мы живем на земном шаре. Мы живем на земном шаре. Мы живем в объеме. А они живут на плоскости. Это их мир. У нас это. Они даже никогда в жизни, вот, нарисованные мною здесь вот, два человечка, такие вот. Они никогда даже в жизни не узнают, вообще, что существует обратная сторона. Они никогда в жизни не узнают, что нету толщины. Но они могут же ползать по этому листочку. Ползают. Они даже знают, что отсюда до сюда, условно говоря, 20 сантиметров. И надо ползти там, например, пять минут, чтобы друг с другом встретиться. Они могут встретиться с друг с другом, да, здесь. Они могут даже друг вокруг друг друга ползать. Они даже могут там, как-то там, я не знаю, целоваться, обниматься. Но они никогда не узнают, что у них есть толщина. У них нет толщины. Ну, самое интересное, смотрите. Да, они знают дыну друг друга, но они не знают той толщины. Они убогие, вообще. Они по отношению ко мне. И насколько я вообще вот такой крутой. Я на это все смотрю, как они там ползают вообще. Мне так забавно на них смотреть. И я еще на дыне хозяин. Я могу рисовать кого-нибудь здесь или другу по другу. И я на это наблюжаюсь сверху. Сверху. Я из другого измерения на это смотрю. И я вижу те все секреты, которые они не знают. Они чего не знают? Они не знают, что у их мира есть обратная сторона. Они никогда в жизни не выглядят вообще. Но самое интересное. Они не знают вообще, что с ними происходит. Вот они знают, что сюда, отсюда, отсюда надо 20 минут ползти. Вот, 20 сантиметров ползти. Вот. А я-то, а я-то, 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 я-то вот так вот беру. И так их соединяю. И они друг с другом. Они даже никогда не ползли вообще. Они просто так раз и оказались вместе. Он всегда думал, что ему для того, чтобы до нее доползти, надо там целый день ползти. А я вот так вот между делом одну секунду взял их и соединил. Все, у них крыша поехала. Они ничего не понимают. И говорят, о, бог, чудо, чудо. Я совершил чудо, маленькое чудо. И вот, что, собственно, делает художник. Он совершает вот это чудо перехода из одного пространства, из трехмерного, из двухмерного. Мы-то сами, как люди, хотим, конечно, туда повыше, в четвертое измерение. Но для нас это тренировка. Такая тренировка перехода из трехмерного, из двухмерного. Ну, смотрите, самое интересное, как люди сходят с ума. Почему люди здесь на земле сходят с ума? Почему они вдруг перестают что-то понимать? Потому что тот где-то, вот тот дворец, папа наш, вот что сделал? Вот они здесь жили-ходили, пути были здесь такие, да? А он взял вот так вот, их мир вот так вот скомкал. У них там вообще все пути перепутались. И они вообще не могут понять, что там произошло. А это я хозяин от этого бумажки оказался. Вот что делает художник. Он медитирует. И еще маленький рассказ про плоских человечков, которые живут здесь. Что у них происходило? Вот здесь вот жили эти плоские человечки, ползали по шару, и они думали, что они живут по плоскости. И у них было государство, оно было у них одорожено забором из... Вот здесь вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, условно, горит десять годов. Они ползали по своему государству, были счастливыми. А потом они подумали, а давайте мы наше государство расширим, мы поработаем немножко, еще десять досок закрывать только вот эти двери. Вот, давайте еще двадцать досок сюда добавим. Ну, понятно же, забор сделаем длиннее, ну, за счет двадцать досок. И значит, босс, государство большое, так что они счастливые. Потом им это понравилось. Давайте наше государство еще больше сделаем. Добавим еще двадцать досок. Добавили еще двадцать досок, сорок досок получилось. Они вот дошли до суда, у них государство вообще стало огромным. Им это понравилось. Они говорят, давайте мы сейчас двадцать досок сделаем, ну, на улице, да? И сделаем себе еще больше забор, и еще больше наше государство будет. Они, значит, начали строить забор, у них досок-то меньше, а государство больше. Они ползают по государству, досок оказалось меньше. Они все, они перестают понимать, что происходит. Давайте еще попробуем сделать наш государство больше. Они делают забор дальше. Государство становится больше, а досок меньше. Потом еще что получилось? Еще больше. Ни одной доски не надо, а государство стало безразмерным. Все. Они ничего не поняли, как так произошло. А все потому, что они плоские, они глупые, а я, вот, верно, я умный, я знаю, что с ними произошло. Вот, собственно, зачем нужен художник с его графикой, с его рисованием, с его живописью. Не для того, чтобы передавать. Это по самому большому счету. По маленькому, по маленькому счету, да, чтобы что-то срисовать, да, для того, чтобы что-то передать. Но все это уже могут делать другие люди. Фотографы, дизайнеры, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Мы должны заниматься в своей жизни только тем, чего мы с вами можем заниматься только тем, каждый человек должен заниматься своим уникальным делом. Вот то, что за него никто другой сделать не может. Вот за художника никто не сможет проникнуть в другое пространство, в другое измерение и показать это людям. То есть наша задача художника вообще, человека искусства, это взять человека из нашего трехмерного простого мира и с помощью каких-то хитрых приемов приблизить к тайнам этого Бога, приблизить к Творцу и попытаться показать ему дорогу, условно говоря, к Богу. Вот поэтому в этом таинстве, почему люди все хотят, они хотят рисовать, они знают зачем. Алла Пугачева взялась живописью заниматься, вот спроси ее, зачем ты берешь за живопись? Она не ответит. Она скажет, ну я хочу нарисовать картину. Она вот этого ответа не знает. В каждом человеке подскудно заложено от рождения божественное начало. И в каждом оно лезет, лезет. Вы знаете, говорят художник, какого ощущения художника, да? Художник это, еще говорят, беременна. Это, по сути дела, беременный человек. Он носит идею, кто-то уже говорил, да. Он ее носит, и он ее должен родить. Вот очень смешно, конечно. Рождение, рождение. Ну что же в этом смешного-то, когда ты что-то сам, Творец, порождаешь? Вот этот человек, какие деньги, господи, о каких деньгах вот женщина носит ребенка? Она что, его носит, чтобы деньги получить? Это материнский капитал, да? А тысячу лет назад, когда не было денег? Что, для чего она его рожала? Да потому что есть такая потребность, вообще, творчество, сотворить что-то. Вот заложено в человеке это вот желание стать Богом. Вот, собственно, для чего нужен художник. Все, хватит болтать, давайте немножечко порисуем, а порисуем мы следующим образом. Так вот, есть два пути. Быть художником творцом, второй путь есть художником-ремесленником. То есть, просто тупо что-то изображать, когда у тебя денег нет на хороший фотоаппарат. Поэтому, сегодня еще где-то в каких-то местах, или какой-то заказчик часто меня просит, говорит, «А ну, вы включите мне портрет масла на холсте». Ой, как-то надоело, а! Ты сразу сходи, сделай все дела и возвращайся на совсем. Ладно, все, давайте рисовать. Взяли картинку, эти бумажки, положите перед собой ее горизонтально. Сейчас я вас научу быть одновременно. Ведь, вы знаете, художнику, чтобы стать профессионалом, нужно научиться быть одновременно ремесленником и одновременно Богом творцом. То есть, мы в себе должны, в общем-то, в любом деле, мы в любом деле должны себе научиться проявлять свое духовное начало и проявлять свое рациональное начало. То есть, тренировать мозги и свою душу, то есть, чувства. А зачем нужны чувства и зачем нужно человека заставлять чувства, это отдельный разговор, это вообще интересно. Вообще, зачем, оно искусство еще плюс ко всему, чтобы в человеке вызывать эмоции. А зачем в человеке нужны эмоции, причем, все говорят, вот, еще одна ошибка. Говорят, искусство нужно человеку для того, чтобы получать удовольствие. А что, вы забыли про трагедию? А вы забыли про драму? А вы забыли про такое понятие, как катарсис, да, это приход к знанию через страдания. А что, мы знаем мало произведений искусства, от которых мы плачем вообще-то? Какое-то удовольствие, человек приходит и рыдает вообще. Да нет, искусство, оно вызывает в человеке любые эмоции. А поскольку мир у нас гармоничный, гармония, мы придем сейчас к вам к слову гармония, это наш инструмент гармония. А гармония это равновесие. Значит, зла должно быть ровно столько, сколько добра. И вот умение уравновесить эти две вещи, нельзя зло убрать, как нельзя убрать черное, да? Иначе мы не узнаем, что такое белое. Белое не может быть без черного. И задача художника, задача уравновесить. Уравновесить с помощью законов гармонии. Кто музыку изучал, там знают, есть своя игру. Но самое интересное, что гармония, это математика опять же чистая. Это не просто так вот, раз, я так захотел. Нет, там такая жесткая математика, там столько головы, там столько ум, а душно. Спасибо. Как у меня студенты-то сидят по 4 часа? Тренируйтесь. Как это у вас. Сейчас, я вспомню, о чем мне хватит. Погармонии. Ладно, короче говоря, наша задача, наша задача любого человека, творческого, необязательного художника, развить в себе одновременно и голову, и чувства. Умение рисовать котика вот так, да, и котика так, как я тут рисовал. Одновременно и головой, и чувствами. Спасибо.